ОМТВЮА про Головне. ОМТВЮА про Головне. Словом и делом. Не надо сегодня думать, что кто-то решит эту задачу за нас. Вы знаете, я уже в таком возрасте, когда пришел к выводу, что не надо спасать мир и страну. Спасите собственную душу. Вот если вы спасете собственную душу и объединитесь с другими, кто спас собственную душу, вы спасете и мир, и страну, и семью. Надо спасать собственную душу. А вот этот сатанизм к нечистому не прикоснулся. Вот такая наша должна быть позиция. Мне кажется, что напрасно у нас многие политики не общаются с людьми. Они бы на многие вещи посмотрели бы иначе. Потому что вот эта поддержка усилий государства, и неважно, в СВО ли это речь идет, или о чем-то другом, она среди людей есть. Вот главное, мне кажется, наша недоработка состоит в том, что отсутствует в хорошем таком смысле область коммуникации. Импортное замещение в России развернулось с новой энергией. После того, как из страны ушли батарейки американской компании Duracell, в России начали продаваться батарейки OptiCell. Об этом сообщило издание New Retail. Новый продукт, очевидно, сделан так, чтобы переход случился максимально незаметно для покупателей. Похоже, не только название, но и оформление упаковок. Правда, у американцев батареечный бренд продвигал розовый кролик, а у нас бурый мишка. Чем не принципиальные отличия? Минпромторг ранее заявлял, что OptiCell это отечественный проект, и отношения к американской Duracell не имеет. Но выпускает батарейки OptiCell компания Impulse. Зарегистрирована в июле этого года, а ее гендиректор Юрий Каратаев. Ранее он возглавлял компанию Duracell Russia. Парень в татуировках сидит внутри мусорного контейнера и внимательно осматривает найденный там пакет. Рядом девушка держит фонарь, чтобы было лучше видно. Фотография с подписью Леха и Ира осматривают бак, который стал иллюстрацией к большому материалу проекта «Такие дела». Именно с этим псевдо-либеральным изданием новые русские релаканты поделились особенностями своей жизни в Грузии, где многие уехавшие из России, как выяснилось, якобы следуют высокой идее разумного употребления. Ну а по факту копаются в мусоре, выискивая все необходимое для жизни, что подтверждает множество кадров с молодыми людьми, которые тщательно изучают содержимое помоек на улицах Тбилиси. При этом называется это вовсе не бомжевание, как можно было бы подумать, а фриганство, от английского слова «бесплатное». Дескать, мигранты из России на самом деле практикуют это самое фриганство, используя мусорки и свалки как источник продуктов питания и других материальных благ. Тот самый воздух свободы с запахом и привкусом помойки. Вряд ли они бежали из России через верхний Ларс именно за этим, но такова доля релаканта. Хотели пить латте на кокосовом молоке, а приходится в поисках еды копаться в мусорных баках. Вот релакант Максим из Калининграда на рынке в Тбилиси ищет себе что-то на ужин в местных помойках. А вот почему он бежал из своей страны? Говорит, расклеивал антивоенные листовки, обдуманно, и решил, что оставаться в России небезопасно. Куда безопаснее, конечно, питаться из мусорных баков и чувствовать, что ты якобы все сделал правильно. Мол, поддержал свой внутренний протест. Но сами релаканты свои ночные квесты по помойкам называют не иначе, как осознанное потребление. Говорят, что не могут покупать помидоры в магазине, когда они на мусорке есть. И если их не забрать, ну пропадут же. А может это вовсе не про осознанное потребление? Может это про экономию на всем и вся? И об этом тоже нужно говорить. Что я имею в виду? Вот как вы относитесь к этому? И может что-то слышали, как люди, как эксперты относятся к тому, что Зеленский в одном из интервью сказал, что он хотел бы поговорить с Трампом, чтобы объяснить ему ситуацию, чтобы разобраться, сказать, что за 24 часа ты не можешь остановить войну. Ну нет, ты можешь сказать, что пойдите и убейте всех украинцев, а это же тоже завершение войны. Но даже у Трампа у него другая логика. И вот сейчас мы видим, что глава офиса президента Андрей Гермак в Вашингтоне, и у него там как раз намечены встречи, я так понимаю, с Селиваном, и с сенаторами, и конгрессменами. Вот два вопроса. Нужно ли президенту Украины с кандидатом пробовать найти какие-то контакты? Не будет ли это сейчас воспринято, как вмешательство во внутренние дела? Ну и вообще вот такие визиты в Вашингтон и общение с людьми, которые принимают решения, это позитивная история? Или тут лучше просто подождать, когда американцы сами договорятся? Ну, есть администрация, наш союзник, который предоставляет нам громадную военную помощь. С ними не надо разговаривать. Ну, на менее... Варим Александрович считает себя талантливым коммуникатором. Ему кажется, может любого человека убедить, тем более в такой разумной вещи, как помощь Украине. Ну, Трамп, я думаю, безнадежен в этом плане. Я же говорю, что даже большинство трампистов, они не разделяют вот эту точку зрения негативную подношение Украины. Для меня она является загадкой. Ну, это... Будущие историки, может, разгадают эту загадку. Мне кажется, что вот это Путинофилия и украинофобия, это у Трампа неизлечимо. Гораздо полезнее работать с администрацией еще. Там, кстати, насчет Трампа, может, у него такая обида, потому что там же из-за Зеленского, ну, из-за того, что слили в сеть вот эту стенограмму телефонного разговора. Причем, американцы сами слили. Тогда же была история с импичментом Трампа. Хотели его там от этого выиграть из Белого дома. Может, он по этому поводу обиделся? Да какое это значение имеют сейчас эти мелкие обиды? Идет мировая война, я вот ее называю четвертой мировой, которая определит будущее всего человечества. И какие-то тут Трампы под ногами ползают. Не надо на это отвлекаться. Да, но если его изберут президентом, то мы будем вынуждены учитывать этот факт. Во-первых, если дела пойдут так, как сейчас их ставит администрация Байдена, мировая война закончится задолго до 21 января 2025 года. И вопрос выбора президента будет не так актуален. А во-вторых, ну я вовсе не уверен, что Трамп будет президентом. Вот я вижу гораздо более перспективного кандидата президентской партии, я давно об этом говорю. Это Ники Хелли, замечательная женщина, прекрасные отношения к Украине, и ее позиции возрастают с каждым туром президентских дебатов президентских кандидатов. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. До новых встреч! Продолжение следует...